С каждым днём Барнаул всё ближе к санитарной катастрофе. Число жителей не изменилось, а вот мусора заметно больше. Пакеты с отходами уже вышли за пределы бака. Обозлённые жители нашли виновного. В первую очередь это управляющая компания, а потом уже дальше всё зависит. В первую очередь это управление. ЖКХ у нас как бы плохо работает. Но не всё так просто. В июле из-за смены регионального оператора по обращению с ТКО власти пересмотрели нормативы и внесли изменения. В Алтайском крае введён новый норматив на твёрдые бытовые отходы для Барнаульской зоны. Теперь вместо 180 литров на человека положено вывозить лишь чуть более 120. Так потенциал накопления мусора барнаульцев почти сравняли с жителями других населённых пунктов. Им всё это время полагалось производить в месяц 121 литр отходов. При установлении новых нормативов были проведены замеры, которые показали отсутствие разницы между количеством мусора, образуемого жителями Барнаула и других территорий края. Что именно замеряли, неизвестно. В управляющих компаниях говорят, что к ним за статистикой не обращались. Иначе бы они рассказали, что объём отходов лишь растёт. Мы же понимаем, что буквально за 30 лет какой объём мусора у нас увеличился. Потому что у нас самая большая часть мусора – это упаковка. Потому что у нас сейчас действительно всё упаковывается. Это раньше, там, разлив молочных продуктов или ещё что-то. То есть сейчас всё упаковано. Проблему обострил и ещё один фактор. С 29 сентября начал действовать новый тариф на ТКО. Для жителей многоквартирных домов Барнаула плата стала немного меньше – 54 рубля вместо 60. Для жителей частного сектора наоборот подросла – 56 рублей вместо 40. Всё в пересчёте на новые нормативы накопления отходов. 120 литров мусора в месяц для хозяина квартиры высотного дома, 125 – для частного. Именно после этого, отмечают барнаульцы, вывозить мусор стали хуже. Управляющие компании в ответ на снижение норматива треть мусорных баков убирают или переворачивают. Пакеты копятся рядом. Пока мусор на пол накидают, снова подбирают, снова накладывают и снова всё получается то же самое. Всё время мусор и мусор и мусор и грязь. Вот эти вот истории с переворачиванием баков, с сокращением их количества – ну это неправильно. И в принципе у нас регулятор-то и не говорил о том, что давайте одновременно с уменьшением норматива уменьшать количество мест складирования. Кроме того, места складирования у нас ещё и количество баков на них. Они регламентируются и санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями. Люди вынуждены выбрасывать отходы на землю рядом с этой канитарной площадкой. Кто их будет убирать – тоже большой вопрос. Потому что да, город Барнаул имеет опыт так называемой зачистки вот таких несанкционированных свалок. Но на муниципальной земле, на неразграниченной территории, а сейчас это фактически те же собственники, управляющие компании, вынуждены изыскивать средства. Пока коммунальщики находят средства на вывоз мусора сверх нормы, в основном за счёт строки «Текущее содержание дома». Жители сейчас тоже нам отказываются. Они говорят, почему мы должны платить ещё за мусор из текущего содержания, то есть по сути из тех денег, на которые содержится дом. Почему мы дополнительно должны платить. Соответственно, мы пытаемся им это объяснить, доказать, но не все жители идут, конечно, навстречу. В перспективе это конфликты с жителями и убытки компании. Поэтому решать проблему нужно комплексно – с жильцами, коммунальщиками, регоператором и краевыми властями. В последние дни идёт разговор о проведении круглого стола, где бы встретились все участники процесса. А если разговор не получится, вариантом решения проблемы станут судебные тяжбы. Так, уверяют ВНФ, удалось отстоять смену норматива на потребление воды. Правда, процесс тянулся несколько лет. Во что превратится город за это время? Артём Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.